Всех приветствую, ребят, на канале Умператора Прайма. И сегодня я бы хотел рассказать вам о игре War Thunder. И, в принципе, чтобы вы не пропускали новинки. DaGore Engine 5.0, свет и тени, ребят. Поэтому, в первую очередь, хотел бы отметить, какие показали новые тут фишечки по глобальному освещению. И, насколько, в принципе, игра изменится и какие именно технологии, да, ведут, чтобы игра стала лучше. Особенно проблема, связанная, которая была с деревьями. Поэтому, сейчас я вам в данный момент продемонстрирую вот такая канитель. Вот такое вот глобальное освещение, ребят. В принципе, даже вот есть. Но, сейчас я вам покажу, что тут, в принципе, у нас написано и расписано. Так, вот. Хочу показать вот такая вот канитель. Вот 1.75. То есть, то, что, в принципе, есть. Ну, вот. Хотел бы отметить, смотрите, вот именно на сам рельеф, ребят, обязательно. И саму текстуру, и само освещение. Ну, в принципе, так вот. Да, ярко, прямо, сказал бы, в глаза лупит. Поэтому, многим говорили, что выедает глаза, прямо жаясь. Но, тем не менее, сейчас, что вводят, это вот будет вот так, вот, ребят. То есть, все понимаете, да? Смотрите, насколько меняется картинка. То есть, появляется сглаживание самих деревьев. Деревья более-менее стали не так вот прям в глаза, прям бросаться сильно. Вот, и заметьте, вот, вода, где появляется, да, внизу. И более-менее так темно стало. То есть, тени, прям вот, прям тень есть тень. Вот здесь особенно темно. И вот этот вот треугольник, видите, где падает солнце. Вот, именно вот это канитель. Оп. Здесь светло, в принципе, так, более-менее. Ну, блин, все равно не то. Чувствуется, когда улучшение сделано. И вот, что, в принципе, преобразовалось. Но это еще не все, поэтому поехали дальше. Я вам еще покажу разные фишечки. Вот, к примеру, вот такое в данный момент сейчас находится. Вот такая канитель. Я два сразу за этот сделаю. А вот, что будет. Смотрите. Помимо того, что там будет сглаживание, ребят, также здесь будет, смотрите, текстурки. Текстурки, изменения текстур. То есть, вы можете, в принципе, наблюдать разные кирпичики. Особенно вот здесь, да, как вот здесь выделяется. Вот этот круг, вот, смотрите. Видно, да, четенько вырисовывается. То есть, вот эта вот красота и будет, в принципе, добавлена. То есть, я считаю, что War Thunder и так самая крутая графика со всех танков. Но fucking shit. Тут еще будет круче. Поэтому тени на эффектах. Это прям вообще жесть. Эффекты часто стоят в стороне от остального фатералистического рендера. Так как большей части представляют собой некое упрощенное представление гораздо более сложных процессов. Таких как дым и огонь. Поэтому рендеринг эффекта осуществляется в большинстве случаев отдельно. Поэтому, чтобы вы понимали, вот эти дымы, то есть, они как бы были сами по себе. Им похрен. То есть, видите, когда едешь, вот такая вот канитель была. Но теперь вот эти дымы, да, из выхлопной вообще просто преобразовывают совсем другой вид. То есть, смотрите. То есть, не просто дым, да, а уже тень накладывается. И я бы сказал, что даже... Вот реально вот это даже вот мешает видимости, да, когда вот сильно прям дымит. И смотрите здесь как. То есть, картинка более становится такой вот... Блин, она сейчас охрененная. Ну, блин, и вот это даже видит. Я, честно, в шоке. И будет бомбезно. Поэтому следующий этап, который бы я хотел вам продемонстрировать, ребят. И указан на официальном сайте, это связано с, типа, как говорят, новая графика. Она не новая, это тот самый движок, все же тот самый. Просто здесь будет немного круче. Вот и все. Введя всякие новые технологии. Поэтому, ребят, смотрим. Для кого-то, может, кто-то не заметил. Ну, я хотел бы, в первую очередь, чтобы вы отметили окошко, дома и вот эту вот полоску. И вот под низом тень, смотрите, тоже есть. И вдали, видите, дома. Вот, смотрите. Вот дома и окошко. Вот практически их нету сейчас. Они просто там так вот нарисованы от фонаря. И вдали, видите, проявляется. И крыша. И то есть, каждая мелкая часть. Это так, для примера, ребят. Ну, а вот самый низ. Вот, вот здесь. Посмотрите, вот эти кирпичи. Вот этот ряд, смотрите. Видите? Тени. Но, самое главное, не столько даже, что там тени, а сама текстура стала более четкая и сглаженная. Что, в принципе, наверное, для всех любителей тундры это очень важно. И то самое, ребят, здесь. Вот. Дома преобразовались. То есть, можно даже и так сказать обновленная такая графика, потому что всякие изменения очень важны и очень, блин, ну, приятно для глаз. Что я могу сказать? Поэтому хотел поделиться, короче, ребятам, кто гоняет в тундру или кто собирается в тундру. Я вам скажу, я в данный момент прокачиваю танки в War Thunder. Поэтому, если вам интересно, я оставлю ссылочку внизу в описании. В принципе, под каждым видео ссылочка в описании. Для регистрации и тому подобное. Поэтому на этом я заканчиваю. Думаю, для вас, для новостей, таких маленьких новостей, сделало, ребят, приятно. Вот. Ставим лайк, подписываемся на канал. С вами был Император Правиль. Всем удачи. Пока-пока-пока. Да пребудет с вами Сила Правиль.